привет моим подписчикам а также гостям моего канала как вы можете догадаться сегодня мы готовим торт но торт будет непростой его плюс в том что нам не понадобится миксер и все ингредиенты мы будем мерить стаканами вам не придется не взвешивать ни муку ни сахар очень удобно быстро и практично торт получается невероятно нежно просто тающим во рту мне очень нравится для приготовления нам понадобятся самые простые ингредиенты начнем из бисквита для этого нам понадобится яйцо к нему добавляем сахар и хорошо перетрем венчиком когда масса становится однородной добавим кефир и снова все будем хорошо перемешивать далее добавим подсолнечное масло теперь вход пойдут сухие ингредиенты добавим соду и как всегда последний у нас какао и мука остается все хорошо перетереть венчиком до однородной массы и тесто на бисквит готово по этому рецепту за счет кефира бисквит получается очень нежным он не нуждается в пропитке он хорошо пропекается получается красивый ароматный бисквит тесто у нас получается немного поэтому я буду выпекать в двух маленьких формах по 17 сантиметров убираю в духовку на 170 градусов до готовности у меня бисквит пекся 30 минут бисквит получается очень нежным то есть края у него не подсыхают плюс у меня хорошие формы и бисквит не прилипает практически к бокам формы что очень удобно пока он горячий я сразу же достаю его из формы и даю ему постоять где-то пять минут посмотрите вот такие два бисквита у меня получились каждый из этих бисквитов я разделю на две части теперь заворачиваю теплый бисквит пищевую пленку и убираю в холодильник где-то на час делаю это для того чтобы он равномерно остыл и был внутри такой же мягкий чтобы не было допустим во многих бисквитах когда края сухие а внутри мягкие за счет того что вы убираете в пищевую пленку бисквит внутри становится равномерным а час прошу я достаю бисквит он очень влажный мягкий разрезаю каждый из них на две части вы только посмотрите какой он бархатный внутри очень вкусный и так у нас получилось 4 коржа но один мы пустим на посыпку боков тоже собираем будем только из трех один я просто разламываю на маленькие кусочки и руками итак для крема я использую сыр творожный и сгущенку сгущенку я сегодня взяла не вареную она что-то между наверно немного гуще обычной но она со вкусом кофе как по мне она напоминает немножко карамель поэтому вы можете взять как вареную сгущенку так либо какую-то такую с вкусом есть кофейные есть шоколадный в общем как вам больше нравится так как эта сгущенка не густая крем получается жидким если вы используете вареную сгущенку то крем у вас будет гуще видите какой он жидкий поэтому сюда я добавлю совсем немного слабого желатина где-то грамм 5 он у меня не сильный поэтому крем не превратится в суфле он станет лишь немного гуще чтобы придаст ему эластичность и он больше будет держать форму и разделяю крем на три части на верхнюю часть и оставляю совсем немного выкладываю третий корж и поливаю оставшимся кремом и убираю в холодильник где-то на час два сколько есть у вас времени ему нужно еще немного стабилизироваться когда вы достанете торт сверху посыпаем края нашим бисквитом который мы разломали руками для посыпки сверху с помощью ножика нарезаю белый и молочный шоколад и смешиваю оба этих вида шоколада и буду сверху посыпать наш торт посыпаем торт и убираем холодильник для полной стабилизации убираем где-то часа на час-два будет достаточно так как час мы уже подождали и час еще будет достаточно крем у меня не застывает так сильно поэтому он получается именно такой какой должен быть не суфле он легкий тающий нежный воздушный бисквит шоколад быстро просто и очень вкусно за счет того что сгущенка у меня кофейная торт имеет такой шоколадно-кофейный вкус посмотрите какой внутри красивый много крема не сухие коржи мне очень нравится я желаю вам приятного аппетита подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новое видео с вами была лена пока пока пока